всем привет уважаемые зрители с вами канал andrewald его ведущий стопов сейчас я нахожусь на территории нефтебаза которая на данный момент законсервирована территория и продается или предлагается в аренду территория охраняется на ней находится множество танков резервуаров для хранения горюче-смазочных материалов нефтепродуктов но прежде чем мы начнем наш рассказ об этом месте я хочу представить вам очень интересный канал посвященный путешествиям активному образу жизни и немножечко за брошком православный шалом youtube я рад приветствовать тебя с вами я ваш личный корреспондент и сегодня мы прокатимся защищенный узел связи с тип а а если быть конкретным территорию 121 отдельного противоракетного центра главное чтоб сохранилась функциональность окружающих органов я бы наверное не узнал бы про это место если бы не фильм хардкор здание на самом деле очень такое необычной архитектурной концепции науки до сих пор неизвестно что заставляет людей 4 утра чтобы полностью документировать все спуски все трассы и учить себя дело туризма и сейчас немножечко я здесь погуляю и постараюсь показать вам как устроено это предприятие как оно функционировало и так вперед думаю что большинство из вас дорогие зрители в курсе предназначение нефтебаз поэтому не буду подробно рассказывать об этом остановлюсь лишь на нескольких основных моментах их классификации и так нефтебазы делятся на перевалочные распределительные и перевалочно-распределительные перевалочные нефтебазы предназначены для перегрузки нефтепродуктов с одного вида транспорта на другой например с нефтеналивных судов в автомобильные или железнодорожные цистерны распределительные предназначены для непродолжительного хранения нефтепродуктов и снабжения ими потребителей обслуживаемого района а перевалочно-распределительные как следует из названия совмещают функции обеих предыдущих типов собственно нефтебаза о которой идет речь является перевалочно-распределительной и расположена возле достаточно крупной железнодорожной станции структура всех нефтебаз делится на функциональные зоны в общем случае таких зон 7 но при строительстве каждой конкретной нефтебазы учитывается специфика ее функционирования и количество этих зон зависит от типа и категории нефтебазы назначения и характера проводимых операций если с назначением 1 2 3 5 и 7 зон все становится понятным язык названия то четвертая зона предназначена для размещения средств отпуска нефтепродуктов относительно мелкими партиями а шестая обеспечивает работоспособность основных объектов нефтебазы мне явно не повезло с прошедшим сегодня дождем территории здесь вокруг резервуаров сильно заболочен и я уже несмотря на то что нахожусь в берцах сильно промок вот тут вот хорошо видно местность полностью между резервуарами заболоченная к резервуару подведены трубопроводы а на стене резервуара мы видим механизмы управления хлопушами хлопуши предназначены для предотвращения потерь нефти продуктов из резервуара в случаях разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещенных на нем запорных устройств монтируется хлопуши на конце приема раздаточного патрубка внутри резервуара надо отметить что резервуары находятся специально в низине поэтому мало того что тут влажная почва видимо достаточно обводненная плюс еще прошедший ночью сильный дождь образовали вот это вот болото то что резервуары заглублены это сделано специально с целью пожарной безопасности а вот это насосная куда приходят трубопроводы со всех находящихся в этой части базы емкости для хранения нефтепродуктов там вот можно видеть электромотор который скорее всего и приводил в действие насосы для перекачки нефтепродуктов а вот там вдали здание где находится персонал и охрана этой базы и вот те кнопки которые мы видим они очевидно управляли включением и выключением насосов или какими-то технологическими операциями также видно окошко через которое скорее всего подавали диспетчеру документы путевые листы накладные и так далее ну а за окном типичный для нефтебазы пейзаж множественные емкости для хранения нефтепродуктов тут даже сохранился сейф здесь при входе остатки мебели который скорее всего находилась в диспетчерской напротив мы можем видеть помещение с пандусом для подъезда грузовых автомобилей вероятнее всего туда разгружали возможно какие-то баллоны здесь мы выходим к пожарному пруду который уже естественно полностью взрос тиной и сюда же самотеком скорее всего обеспечивается слив грунтовых вод здесь находится система каналов в котором вода из грузина в которой расположена емкость с нефтепродуктами сливается как раз сюда вот в этот пруд немного у территории этой нефтебазы здесь есть две зоны в которых располагаются емкости для нефтепродуктов вот мы видим одну и там чуть дальше еще одна территория на которой расположены емкости для хранилища нефтепродуктов причем там как вертикальные емкости так и мы можем видеть горизонтальные очевидно для других видов нефтепродуктов здесь домик в который мы уже заходили диспетчерская там находится кпп въезд и гараж на территории нефтебазы нефтебаза явно не маленькая по своим площадям по инфраструктуре которые здесь находятся и совершенно очевидно что на этой нефтебазе должны были быть свои бензовозы свои топлезаправочные машины которые скорее всего и располагались вот в этом гараже когда-то здесь располагался сортир я вновь нахожусь у запорной арматуры и сейчас хочу попробовать забраться хотя бы на одной из этих емкостей то что видно вот это вот пристроенный трубопровод и идущая параллельно с ним лестница это система пожаротушения а я отправляюсь наверх туда так вперед к приключениям сейчас я буду виден на все округу вот она емкость для хранения нефтепродуктов вот так она выглядит сверху вот эти вот две конструкции это скорее всего и есть клапаны для вентиляции вот здесь вот здесь С другой стороны этой емкости находится, как я понимаю, сливной флаку, в случае, если необходимо аварийно слить имеющиеся запасы нефтепродуктов, и открытый люк. Вот внутри, как выглядит эта емкость. Видно, конечно, плохо, но, собственно, полая вот такая вот емкость. Запах оттуда, конечно, соответствующий. Ну, а вот и вторая территория. Тут тоже расположены точно такие же емкости. Вдали там виднеется домик. Там с той стороны был вход, типа пропускного пункта для сотрудников, для рабочих, потому что там был пешеходный вход, не предусмотрен въезд для автотранспорта. И точно такие же терминалы, точно такие же емкости для хранения горюче-смазочных веществ. А там сидит злой ЧОП. Ну, или не очень злой. Надеюсь, что у меня не будет возможности это проверить. А на этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого наилучшего. Оставайтесь с нами на канале. Будет еще много интересного. Не забывайте подписываться тех, кто этого еще не сделал. И если вам понравилось это видео, большие пальцы вверх. И не забывайте сделать репост на своих страницах в социальных сетях. От вашей активности зависит развитие нашего канала.